Субтитры делал DimaTorzok Начиналось все, наверное, с того, что, когда я только осознала себя, я решила, что творчество – это мой путь. Я решила, что я обязательно буду связана с актерской профессией. Я знала точно, что я поступлю в институт по профессии актриса в театре и кино. Что вот эта уверенность в себе, уверенность в том, что я должна привнести в эту профессию что-то свое, что-то большее, мне помогла, наверное, эта уверенность поступить. Потому что я даже мысли в себе не допускала о том, что я могу не пройти. Я готова была не спать ночами, репетировать постоянно, постоянно жить этим творческим процессом, процессом обучения. Поэтому все сложности для меня были ничем. У меня была такая маленькая мечта, когда я закончила институт, в котором я училась в Кишневе, поступить в Щукинский институт. Несмотря на то, что я уже на четвертом курсе работала в театре, там в Кишневе, приехала в Москву, чтобы поступать, поступила, получила степень магистра в Щуке. Я помню, когда уже началось учение, когда я должна была на каких-то теоретических курсах что-то отвечать, у меня постоянно, мне просто засело в голову эта мысль «Говор». И однажды тоже замечательный учитель, к сожалению, не помню, как звали по философии, значит, я ей что-то отвечаю, и она говорит, девочка моя, ты замечательно, все правильно говоришь, но только так тихо, я тебя не слышу, почему ты так тихо говоришь? На что я говорю, у меня «Говор». Я стесняюсь говорить громко. Сейчас я являюсь режиссером Дворца культуры «Цементник» и также руководителем театральной студии «Огни рампы». Как случилось, что я здесь, сейчас, и как я к этому пришла? Ну, во-первых, я могу сказать, что я очень, надеюсь, верю, что это не конечная точка, это такой промежуточный отрезок пути, потому что верю, что иду к большему. Я когда пришла сюда, как раз пришла к замечательному, да, музыканту Рашиду Ивановичу, который был на тот момент директором, я действительно думала, что я на 3, 4, 5, 6 месяцев, не более, а потом, как бы, да, немножечко ребенок подрастет, и я, соответственно, снова в кастинге, снова в Москва. Ну, вот так получилось, что с ним настолько было комфортно работать, и хорошо, и, в общем, и ребенок рядом. В принципе, пазл сложился, это было достаточно удобно, комфортная такая, да, зона. Был вот этот вот момент привыкания, принятия, наверное, ситуации такой, какая она есть. Да, мне нравится, тем более театральная студия, я ставила спектакли, я себя проявляла как режиссер. Где тот факт, что вы только что увидели убийство? Вы встретились, да, о, как круто, а носа, ну, то есть вы рады, что вы наконец собрались, и никого нет, никого за решетку не забрали, не закрыли? Но при этом вы же понимаете, что вы преступники уже малые, малолетние. Внутренняя борьба во мне, это тот момент, когда я понимаю, что есть вот то, что есть сейчас, это когда комфортно, удобно, хорошая работа, неплохая зарплата, ребенок рядом, все спокойно и хорошо. Либо можно просто это все закончить и начать сначала. Начать то, что мне всегда было ближе, дороже, и казалось, что это действительно мое. Взяться за актерскую профессию, вернуться к ней. Я вообще наговорила Ахулу, что Тони убил Бернарда, и что у него есть пистолет, и он убьет Тони, чтобы ты не знала. Да врет она, что тут, что-то врет. Ты врешь, понимаешь? Ты либо знаешь что-то, либо ты не знаешь что-то. Если ты знаешь, то ты хочешь это рассказать. Послушай, ты послушай, да послушай, что ты меня, ты меня слышишь? Сказать, что я бездарно трачу здесь время, я никогда не скажу. Я говорила о том, что мне было какой-то период времени стыдно говорить людям, у которых я училась, что я работаю во Дворце культуры. Это только потому, что театралы – это люди, которые не понимают самодеятельности. Это люди, которые верят в искусство, живут искусством, живут настоящим. И те люди, которые меня обучали, которые видели, как я расту, развиваюсь в актерском плане, в актерской профессии. Мне кажется, что им было бы печально узнать, что я работаю во Дворце, где по сути живет только самодеятельность. Все то, что я дала детям, во-первых, я уверена, что им поможет в жизни. А это значит, что я уже счастливее немножечко, чем было до того, как я никого, ничему не обучала и никому ничего не давала. То есть я уверена, что те 25 человек, которые провели со мной 4 года, они по-новому будут, они смотрят по-другому на жизнь. Не так, как те дети, которые просто ходят в школу и встречаются у гаражей, чтобы поматериться, выпить и сделать вид, что они клевые. Я считаю, что те дети, которые на протяжении 4 лет росли со мной, у них уже по-другому сложится жизнь. Потому что я такой человек, который не просто, я обучаю их актерскому мастерству, мы не просто ставим спектакли, я всегда говорю о жизни. Потому что по сути сцена это и есть жизнь, пьесы всегда поднимают классика, они всегда поднимают вопросы жизни и смерти. Это всегда, то есть я их учу быть честными, добрыми, отзывчивыми, я их учу быть людьми. А для вас? Для вас, для всех хватит? Я же тоже могу вас убить. Но я ведь привнесла сюда, да, не театр, но спектакли, которые, пусть они, наверное, называются самодеятельными, потому что это спектакли сделаны с непрофессиональными актерами. Но они не являются уровнем самодеятельности, это уже нечто другое. И я рада и счастлива, что я показала вот людям, которые живут здесь, что такое настоящее и живое, что они приходили и выходили совершенно другими людьми со спектаклей наших. И, значит, совершенно не напрасно я потратила все 4 года. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok